Всем привет! С вами Александр Исольцев и это Московские новости недели. У нас последний день осени и одновременно самая холодная ночь в этом сезоне. На улице, как мы могли заметить, сильный мороз, а город начинает украшаться к Новому году. Уже везде весь гум украшен, украсили детский мир, елка появилась на Красной площади. То есть 1 декабря Москва входит, полностью украшена и готова к Новому году. Мы выходим с вами на финишную прямую этого года. Гум, как всегда, красиво украшен. В этом году отдельная тема посвящена Союзмультфильму и нашим любимым мультяшным героям Чебурашки, Крокодилу Гену и прочим. Гум традиционно делает одну центральную елку вместо фонтана. А на аллеях, на линиях, делает маленькие елочки. То есть каждый бренд, каждый магазин делает свою тематическую елку. Так что тут можно ходить еще целый час и разглядывать это все. На этой неделе в понедельник между Воробьевыми горами и Лужниками наконец-то открыли канатную дорогу. Канатная дорога Шрёдингера первая в мире такая. Потому что она вроде бы есть, но ее вроде бы нет. Она поработала первый день, поработала бесплатно второй день, когда я успел все-таки снять ролик, который можно будет посмотреть по ссылке внизу и вот здесь. И все. На второй, на третий точнее день работы она закрылась. Официальная причина кибератаки. Кибератаки на канатную дорогу. Даже я сейчас не знаю, работает она или нет. Я записал видео на улице, как тут же сообщили, что канатка заработала после кибератаки вот к обеду в пятницу. В общем, что-то не задается с этой игрушки пока никак. И бесплатные дни катания у нас просто сгорают. Ну а на Красной площади традиционно заработала ярмарка. Предлагаю пробежаться, посмотреть. И здесь как раз делают студию Первого канала. То есть все утренние эфиры сейчас будут с Красной площади идти. На этой неделе также отличился Сергей Кузнецов, главный архитектор города. Дело в том, что ему задали логичный вопрос. А почему по программе реновации в Измайлово строится 31-этажный дом, который прям сильно уплотняет застройку и вообще совершенно делает коллапс полный с парковками и просто с плотностью населения в районе. На что был получен совершенно, с одной стороны, логичный ответ. Что, мол, по программе реновации подразумевается, что в среднем дома будут строиться этажностью 14 этажей. Но это в среднем. А где-то могут быть отклонения, как сказал товарищ Кузнецов. Это все, конечно, очень не радует на фоне того, что еще в Кунцево продолжается противостояние жителей с застройщиком ПИК, которого решили почему-то спасти от банкротства и разрешили застроить там несколькими многоэтажными домами все. Поэтому в Кунцево вот так вот все сложно сейчас будет. И на этом же фоне приходит новость, что завтра, 1 декабря, будет митинг у метро 1905 года против сноса кинотеатра, точнее киноцентра «Соловей», про которого я рассказывал в одном из выпусков новостей. Здание такое модернистское, но, по сути, вместо него хотят тоже построить огромнейшее-огромнейшее здание. Над воротами у Спасской башни, собственно, находится икона Спаса. Поэтому и Спасская башня. Удивительно, как ее не переименовали в советское время. Но еще более интересно. Многие, наверное, не замечали, что под иконой есть маленькая такая белая табличка. Там она такая заштукатуренная, и шрифт там плохо разбирается. Но там написано, что построена эта стрельница архитекторами из города Медиолана, то есть нынешнего Милана. Яндекс.Драйв тем временем обновляется. И там в ближайшее время появится 50 грузовых машин категории B «Ситроен Джампи». 50 этих машин будут доступны для аренды по стоимости, ну, как говорят, 24 рубля минута и 7 рублей ожидания. И, в общем-то, поездки в Икею становятся гораздо выгоднее, если много везти всего, потому что можно самому загрузить. Но тут есть тоже подводные камни. Дело в том, что они говорят, что можно будет покупать только такими пакетными тарифами, и говорят, что оставлять можно будет только за пределами третьего транспортного кольца. Плюс к этому не очень понятно, как они сделают сейчас то, что, например, пока загрузка идет, это будет тариф использования, когда машина открыта, то есть как со всеми каршерингами, когда ты вскочил в машину и поехал. Либо, когда она долго стоит, например, час грузится, будет ли это тариф, когда она не ждет топлива, как тариф ожидания. У многих уже возник скепсис по поводу этой идеи, потому что, мол, цена, с учетом того, что постоянное использование будет, уже становится примерно как... Дешевле, конечно, но с водителем, назять того же Грузовичкова, будет не намного дороже, но там еще и грузчики будут, которые погрузят. Уйдем с Красной площади, вот я дошел до Биржевой площади по Ильинке. И еще одна новость. На этой неделе скончался Стивен Хилленберг, это создатель мультфильма «Губка-боб квадратные штаны». Но какое-то отношение имеет к Москве, казалось бы. На этой неделе на уровне Мосгордумы обсуждали создание граффити, создание граффити на уровне Мосгордумы обсуждали, еще раз, как по мотивам этого мультфильма, вот в память о создателе этого мультфильма. Я не очень понимаю вообще, почему уровень стрит-арта, он выносится иногда на уровень Мосгордумы, потому что, по идее, это вообще должны муниципалитеты решать, если уж на то пошло. Серьезно говорить, то вообще уличное искусство, оно на то и уличное искусство, зачастую нелегальное. Это как буквально на этой неделе появилась такая аллюзия на картину Эдварда Мунка «Крик» в исполнении художника Бенькевича на Большом каменном мосту напротив Кремля. Вот. Конечно, провисело это недолго, быстренько сняли, но как факт. Одна надежда, что граффити в честь мультфильма «Губка-бок. Квадратные штаны» будет, ну, не как в Воронеже, где раскрасили звезду. Здесь, в Старопанском переулке, отходящем от Биржевой площади, таким извилистым манером находится один из старейших храмов города, храм Космы и Дамиана. Считается, что в этом храме молился в свое время аж сам Иван Грозный, но, правда, он перестроен был, храм, и некоторые изменения претерпел даже в советское время, и во многом восстановлен был, конечно. Сейчас зажат между разной застройкой здесь. На этой неделе Дмитрий Медведев подписал, что в Москве и в некоторых областях Татарстана, как так обтекаемо сказано, можно использовать беспилотные автомобили в тестовом режиме. То есть тестовый режим продлевается до 2022 года. Что это означает? То есть это по факту, я так понимаю, узаконили то, что уже есть, например, в Сколково, я так понимаю, в Иннополисе, в Татарстане. Там тот же Яндекс тестирует свои беспилотные автомобили, которые ездят по GPS, рассчитывают знаки, светофоры, и по территории, ну, якобы уже можно заказать по территории Сколково, например, машину, которая отвезет вас по территории одного здания до другого. То есть в тестовом режиме это работает, как оно будет работать дальше, ну, в общем, посмотрим. Но то, что это получило поддержку сверху, уже о чем-то говорит. И напоследок, куда пойти в эти выходные? В эти выходные будет тоже не жарко, я бы сказал. Но мы все-таки делаем одну экскурсию. Александр Иванов будет проводить экскурсию от Мясницких до Петровских ворот в субботу в 12.00 встреча у памятника Шухову. Это метро Сритинский бульвар или Чистые пруды. Так что приходите. Это во-первых. Во-вторых, на этих выходных вот уже открылась и работает ярмарка в Центральном доме художника, ярмарка Non-Fiction. Это научно-популярная литература, то есть не художественная литература. То есть лучшие издательства представлены там и продают свои книги зачастую по издательским ценам. Каждый раз боюсь на эту выставку ходить, потому что просто выхожу, трачу там огромное количество денег. Поэтому даже не знаю, пойду или в этот раз или нет, потому что у меня уже стопка книг лежит, которая накопилась и надо прочитать. На артплее будет маркет новогодних подарков, ярмарка новогодних подарков «Дуняша Маркет». То есть уже Новый год у нас буквально меньше, чем через месяц. Первое декабря вот уже и второе. Так что заходите туда, можно уже что-нибудь прикупить и украсить свой дом. Ну и, конечно, как и обещал, движется к 10 тысячам количество подписчиков канала. Поэтому завтра, в субботу будет прогулка. Но поскольку холодно, будем гулять от пивной до пивной в этом формате. Строго 18+, потому что по пивным. И встречаемся мы здесь, на Лубянке. Вот у меня сейчас за спиной одно из самых уродливых зданий города, торговый центр «Наутилус», который, тем не менее, на последнем этаже дает прекраснейший вид на площадь. И, наверное, пивная с самым лучшим видом. Начнем здесь. Дальше будем гулять такими перебежками по морозному городу. И закончим не знаю во сколько. Но встречаемся здесь в субботу, 1 декабря, вот там на балконе, ну или в помещении. В 17 часов это Джо Спот. Такая Свердловская пивоварня, в Свердловской области, Екатеринбург. И, в общем, приходите все, всех буду рад видеть. С вами был Александр Усольцев. До новых встреч и нового выпуска новостей. Всем пока!